Максимально проработанный бюджет. Такую оценку окончательной редакции дали и его разработчики, и большинство депутатов. В 2024-м доходы города запланированы на уровне 27 миллиардов, расходы – 28. Ко второму чтению в город поступило 4,5 миллиарда рублей из вышестоящих бюджетов, а общая сумма трансфертов достигнет 15 миллиардов. Поэтому на некоторые строки выделят дополнительные средства. На реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения обломками ланжиста Алтая в связи с переносом срока строительства на 2024 год. На увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений, на строительство и ремонт автомобильных дорог. Таким образом, объем поддержки на данные цели увеличился к первому чтению в 4,6 раза. Еще один важный показатель – дефицит бюджета. Уже несколько лет он не превышает и 10%. Дефицит бюджета иногда может пополняться за счет привлечения кредитных средств. Нам удается на протяжении последних десятилетий не прибегать к этому варианту развития событий. И мы обходимся своими силами путем уточнения бюджета в середине следующего года за счет привлечения дополнительных средств либо от края, либо увеличения собственной доходной базы. Кстати, объем собственных доходов Барнаула за последние пять лет вырос с 8 миллиардов до 12. Эти деньги идут на благоустройство города, строительство дорог. Однако депутаты хотели бы видеть большие расходы на содержание Барнаула. Бюджет должен быть минимум в два раза выше существующего, чтобы хотя бы иметь возможность закрыть долг города перед горожанами. Такой рост осуществить сложно. Но руководитель фракции «Единая Россия» в Гордуме Вячеслав Перерядов отметил увеличение расходов на значимые для барнаульцев программы «Комфортной городской среды», «Развитие дорожно-транспортной системы», «Программы инициативного бюджетирования». О важности последней указали депутаты партии «Новые люди». От фракции поступало немало поправок. Но в целом депутаты остались довольны тем, что нашло отражение в итоговом бюджете. «Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений – это день сегодняшний. Безопасность образовательных учреждений, детских, дошкольных, в том числе охрана и антитеррористическая защищенность – это наше будущее». По словам председателя Гордумы Галины Буевич, работа над бюджетом на 2024 год и плановый период между профильным комитетом и фракциями шла конструктивно. Благодаря глубокому обсуждению и учета пожеланий депутатского корпуса, во втором чтении бюджет приняли единогласно. Анастасия Дороган, Данил Кузнецов. День с толком.